Всем привет! Сегодня мы с вами будем смотреть, что происходит с загаданным вами человеком. Его внутренний мир раскроем, его мысленный поток просмотрим и его планы на будущее. Любой человек, который вас интересует, представьте его, сосредоточьтесь и мы начинаем. Итак, в какой ситуации сегодня находится человек, загаданный вами? Ситуация в его жизни на сегодняшний день, о какой агрессивный, раздражается как-то он, злится, не может совладать со своими эмоциями. Он, скажем так, старается изо всех сил совладать с собой, как-то удерживать душевное равновесие внутреннее. Потому что надежды человека, планы его почему-то не сбылись. Не осуществилось то, к чему он стремился, то, чего он хотел, то, чего он желал очень сильно. Он вынужден сейчас заниматься работой, бизнесом. Это первое и главное в его жизни. Карта десятка бубен. Это большие деньги, это бизнес, это просто заработки, это карьерный рост. Это то, что, собственно говоря, для него сегодня на первом месте. Но вот как-то так получилось, что он вынужден заниматься сегодня рабочими вопросами, вопросами бизнеса, карьерного роста. И более того, он вынужден почему-то подчиняться кому-то, он кому-то прислуживает, оказывает услугу, он вынужден преклонять перед кем-то голову. Вот именно в рабочих моментах. Это начальник, наставник, я не знаю, кто-то, кто партнер по бизнесу, который может быть в чем-то его сильнее, мощнее, превосходит его. То есть здесь человек преклоняет голову, он вынужден так делать, обстоятельства, видимо, так складываются. Он вынужден сегодня вести себя вот именно так. Может быть, потому что не хочет потерять работу, карьеру, деньги. То есть здесь вот такой момент идет. Так, что у него здесь? У него препятствия в жизни, да, ведь препятствия его планам, его задумкам, его действиям. У меня выходит королева Треф, да, это женщина. Это женщина. Вот женщина препятствует его планам каким-то. Женщина по масти Треф, это обычно женщина постарше. Такая, ну, от 45, да, и дальше по возрасту. То есть такая немолодая. И она статусная, скорее всего. Он оказывает ей какую-то услугу, он перед ней почему-то... Ну, видите, стульчик, да, старается приставить. Он как-то вот старается ей угодить. Видимо, с ней конфликт не нужен, да. Ему не нужен конфликт с этой женщиной. У них что-то общее есть, рабочие вопросы решают. Вот женщина, вот мужчина. Что-то она ему предлагает, значит, он, видимо, либо обязан это выполнить, либо просто вот как-то, не знаю, они очень тесно связаны. Женщина для него авторитет, он не может ее слушаться. Так, а думает-то он в голове-то совсем другой женщине, да, женщина, которая... С которой он хотел бы стабильность иметь, да, стабильность хотел бы иметь, но, видите, вот здесь вот выпадает другая, здесь блондинка идет у меня. Ну, не важно, да, цвет волос не важен. Сегодня женщина есть в его жизни, которая... Которая вот как препятствие. У него планы совсем другие. Есть у него женщина в тайне, тайные мысли о женщине. Он переживает очень сильно о том, что она сегодня не с ней... о том, что она сегодня не с ним рядом, или он не с ней рядом. Но есть вот препятствие. Женщина как препятствие выходит. Причем женщина может быть стабильная. Вот эта блондинка, это стабильная женщина, с которой его связывают какие-то бумаги, документы, обязательства. Вот это то, что... То, что в его жизни сегодня. Так, какой-то мужчина с ним рядом есть. Не знаю, крестовый король. Кто-то, кто... Ну, это человек с дружескими намерениями, да. Вот у них дружеское общение, вот они пожимают руки здесь друг к другу. Это, может быть, близкий, очень близкий человек, да, родственник, друг. Ну, кто-то, кому он доверяет. Он рассказывает о своих каких-то душевных переживаниях, да. Он плачется в жилетку, вот человеку этому, и ему хоть как-то легче на душе становится. Вот такой момент показывает. Да, в жизни у него, видите, какая ситуация. Карта смерти — это потери. Человек вынужден был, видимо, поставить точку, да, там, где сегодня отношений нет. Но у него есть желание победить эту ситуацию, да. У него есть желание победить. Он понимает, что чувства, которые он испытывает сегодня к той женщине, которая на расстоянии, да, это то, с чем он не в состоянии справиться. Он зависим от этих чувств. Но в его жизни также есть еще и мужчина, влиятельный мужчина, перед которым у него есть ответственность, обязательства, какая-то договоренность, соглашение. То есть он не может пока быть с той, с которой хотел бы быть, да. Вот пока не может, в силу каких-то обстоятельств, вот, связанных с бумагами, с деньгами, работой, бизнесом, здесь что-то есть, вот, с чем он пока не может справиться. Там есть, видимо, какие-то проблемы, обязательства, договоренности. Он должен все это выполнить. Давайте посмотрим, что на сердце у него. Там есть женщина, это видно по картам. Ну, мы посмотрим подробнее, да, чувства, эмоции, которые у него на сердце сегодня. Что он скрывает? Он скрывает, что он переживает. Видите, как карта ребенок. Он переживает о потере друга, о потере человека, который был для него важным, значимым в этой жизни. Это женщина, да. Он потерял, потому что вынужден оказывать услуги, потому что вынужден находиться в другом месте, быть совершенно с другими людьми и заниматься какими-то финансовыми вопросами, да, как было видно по прошлому раскладу. Что еще у него здесь? Что он живет в прошлом? Он живет воспоминаниями о прошлом, но я так хочу сказать, да, по карте сюрприз. Он готовит какой-то подарок, какой-то сюрприз девушке, женщине из прошлого. Карта Король Червей вот здесь выходит. Это говорит о чем? О его самодостаточности. О том, что он все-таки планирует в свою жизнь внести стабильность, разобраться со своими вопросами и вернуться туда, где ему когда-то было хорошо. Да, он собирается победить эту ситуацию. Карта Виктория. Это победа, это его намерение, это его такой оптимистичный настрой, несмотря ни на что быть с этой женщиной, которая он там грезит, мечтает. Там, где он сейчас находится, да, там какой-то обман есть. Карта денег, карта обмана и карта успешности. Да, ему там обещают много чего, перспективы, большие деньги, но там обман, там нечестность, там какие-то, видите, сплетни, интриги, да, вот разговоры какие-то нехорошие за спиной. Там люди не очень хорошие. И он просто раздражается, агрессирует очень сильно на эту ситуацию, да, на то, что происходит. Потому что там нет родной души, да, а ему хочется тепла, ему хочется понимания, ему хочется человека, который рядом был бы и понимал его без слов, да. Вот всем нам хочется, чтобы у нас был человечек, который понимал бы нас с полуслова. Вот там противостояние сейчас есть, да, там есть противостояние сейчас какое-то. очень похоже на то, что какое-то общество не принимает женщину, да. Женщина выходит на сердце, да, мы смотрим сейчас, это темненькая девушка, брюнетка выходит. Вот она на сердце. Видите, карта любви. Эмоции, любовь в сторону этой женщины. Хорошо. Точка поставлена, да. Точка поставлена, но на сердце, конечно, боль. Но видите, карта препятствий, да, говорит о том, что всё-таки человек вынужден был поставить эту точку, потому что там проблемы, препятствия какие-то, и связано это как-то с деньгами, с работой, карьерой, бизнесом. Вот такой момент. Ну вот она, женщина, и вышла у нас, да, та, которая на сердце. Давайте будем смотреть теперь его планы, да, планы на будущее вообще, что он планирует. Что он собирается дальше делать. Вы знаете, что для него очень важен материальный успех в этой жизни. Вот находясь даже в обществе таких вот людей, которые его раздражают, которые его бесят, с которыми он как-то очень тяжело общается, да, ему тяжело находить общий язык с ними. Но, тем не менее, он будет терпеть, он будет играть по тем правилам, да, которые приняты в том обществе, ради того, чтобы заработать денег, получить финансовую независимость и пойти туда, с кем он хочет быть. Он понимает, что строить отношения нужно, ну, имея какой-то фундамент, да, денежный, стабильный. Там что у него ещё? Ну да, видите, туда, где он потерял. Он потерял эмоциональную связь сейчас. Здесь с той женщиной, которой на расстоянии, нет общения, скорее всего. Но он желает, ну, скажем так, через денежки как-то попытаться с ней, да, надеяться очень сильно на то, что через денежки какие-то подарки будет покорять её сердце вновь, да, вновь завоёвывать её. Вот это его планы. Ну, карта возлюбленная, да, он постоянно думает о ней. Это его мысли, да. Он, кстати говоря, пишет ей какие-то письма, знаете, вот, ну, не пересылает, конечно же, да. Вот здесь бумаги, много бумаги. Пишет тут что-то, значит, сминает. Опять переписывает. Вот ведёт внутренний диалог с этой женщиной, да, которая на расстоянии. Агрессирует, раздражается, потому что её нет рядом, злится. Эмоции просто, да, эмоции, которые сложно контролировать. Вот карта какая агрессивная, да. Вот эта карта, она сама по себе достаточно такая эмоциональная, да, эмоционально острая карта. И вот это вообще агрессия, да, когда вот здесь вот ломаются, крушит мебель, значит, что-то здесь вот. Прямо человек пытается сдерживать себя изо всех сил, да, вот настолько его раздражает сейчас та ситуация, в которой он вынужден находиться. Обстоятельства так складываются, да, там вот эти бумаги, договоры, контракты, что-то подписано, да, он обязан это выполнять, а он этого не хочет. Ну, у него цель заработать. Так, что здесь ещё с блондиночкой нам хотят сказать. С блондинкой у него разговор какой-то будет. Важный разговор. Что за разговор? Очень неприятный разговор. Что-то она ему приготовила. Очень интересная дама, я бы сказала так, очень ловко манипулирует этим мужчиной. Вот с одной стороны, она вроде бы, знаете, нежные чувства к нему испытывает, да, она хочет с ним строить отношения по-хорошему, но с другой стороны, она хочет быть лидером, и это своё место она не будет уступать ему. То есть она ему будет давать понять, вот скоро у них какой-то разговор состоится, такой, ну, на грани конфликта. Когда она скажет вот что-то такое, знаете, как будто я готова там быть с тобой, но ты должен там пойти на мои условия какие-то. То есть я не могу поступиться тем-то, тем-то ради тебя. Переживает очень сильно мужчина. Переживает он из-за каких-то рабочих моментов. Он очень, знаете, как опасается конфликта. Поэтому он будет тут приставлять каждому стульчик, пытаться услужить. Ну, в том числе и вот этой блондинке тоже. Ему важно, чтобы она оставалась в приподнятом эмоциональном состоянии. То есть, чтобы она как-то не догадалась о его планах, может быть, да? Он скрывает то, что планирует в отношении другой женщины. Но ему важно, чтобы она была в хорошем настроении, вот эта блондинка. Вот такой момент. У него сплошные тут препятствия. Он скован обстоятельствами, как ловушка, как рамки какие-то очень тесные. Ну, не может человек. Но он будет обходить. Он не может выйти из этого, да? Но он будет искать обходные какие-то пути. Какие-то не совсем стандартные шаги будет предпринимать для того, чтобы добиться своей цели. А цель у него — деньги. Для него важна финансовая составляющая однозначно. Если бы он просто всё это бросил, да, и был там, где он хочет быть, с той женщиной, которая на сердце, у него бы, собственно, не было сегодня тех проблем, которые есть. Он устал от этого всего. Человек остро эмоционирует, реагирует на тех людей, которые рядом. Да, ему сложно с ними общаться, но, тем не менее, он понимает, что есть обязательства, которые он обязан выполнить. Итог. Итог для него самого. К чему он всё-таки придёт? Выйдет ли он из этой ситуации? Давайте посмотрим. Да, он вернётся в прошлое. Карта прошлого. Потому что в прошлом эмоции, тепло, ласка. В общем-то, всё то, что он получал от той женщины, с которой когда-то был, да, там было комфортно, там хорошо, там тепло. Он вернётся, конечно, туда. Что тут за разговор состоится? Что здесь за разговор состоится? Здесь будет тяжёлый разговор. Я не знаю, вот с брюнеткой, да, в прошлый расклад нам показал, что с блондинкой разговор какой-то. И разговор тяжёлый достаточно. То есть, видимо, он поставит точку. Да, очень на то похоже. Эмоционально тяжёлый разговор для обеих сторон. И для неё, и для него. Но он поставит, видимо, точку для того, чтобы вернуться в прошлое. Все свои надежды, планы он связывает с прошлым. Карты какие, да? Надежды, надежды, любовь, тепло, ласка, понимание. Он находил всё это в прошлых отношениях. То, что сегодня у него в жизни, его совершенно не устраивает. Он хочет из этого выйти, закончить побыстрее, с этим как-то расправиться, расквитаться и уйти в новое начало. Да. Он понимает, что женщина где-то там переживает, да, переживает, поэтому он готовит ей сюрприз, какой-то подарочек, порадовать её, вот как-то, знаете, ну, принести радость эмоциональную именно в её жизнь, потому что он переживает за неё. Ну, видите, как мужик… Кстати говоря, тут мужчина-эгоист. Только хотела сказать, и карта выходит. Эгоист, но когда он влюблён, мужик перестаёт быть эгоистом, и он будет заботиться уже о той женщине, которая покорила его сердце. Да, он хочет с ней стабильность, он будет к этому идти. Он будет идти к стабильности. Поэтому вот так. Если вы думаете, да, вот девушке, которая на расстоянии, что там у него всё прекрасно где-то, и он не ставит точку… Нет, поставит. Я тут вижу, что разговор будет. Разговор будет. Он наконец-то вырвется из этого плена, из этой клетки, и будет у него на душе легко. Да, вот как праздник на душе у человека. От того, что он наконец-то поставил там точку, закончил все свои дела, разобрался с обязательствами, да. И, собственно говоря, вот он идёт в другие отношения. Видите, мужчина, карта консультант, карта отношений. Кстати говоря, свадьба, да, может указывать на то, что мужчина очень быстро переведёт отношения с женщиной, которая сегодня на расстоянии. Вот, да, серьёзный уровень. Там сердечная привязанность, там зависимость от этой женщины. Ничего поделать не может с этим. Он успешно разрешит все свои вопросы. Успех, карта потерь, успешное урегулирование каких-то сложных там моментов, которые есть у него в жизни. Вот. И у него будет стабильность. Король червей, да, здесь выходит карта, король червей, будет стабильность у него. В принципе, с блондинкой будут какие-то вопросы разрешаться финансовые. Вот нужно это правильно разрешить. Вот будет, будет разрешать тоже там какое-то время, да. Договорятся. Они придут к договорённости. Вот такой у нас расклад. Думаю, информации более чем достаточно, да. Ясно, что мужчина желает быть совершенно в другом месте, не там, где он сейчас находится. Но ему нужно время, чтобы разобраться со своими проблемами, денежными вопросами, бизнес-вопросами, рабочими моментами. В общем, с блондинкой нужно разобраться. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, что информация была для вас полезной. Я прощаюсь с вами совсем ненадолго.